Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вопросы пока подождут. Первым делом хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Пожелать вам творческого вдохновения. Пусть любое дело спорится в ваших руках. И ваши глаза пусть сияют от счастья не хуже, чем бриллианты. Спасибо большое. Сергей Анатольевич, в чем все-таки заключается ваша работа, ваши обязанности? Что приходится делать руками каждый день? Ну, в частности, в мою обязанность входит закрепка в ставок драгоценных, полудрагоценных. Это, если не последняя, то одна из завершающих операций. То есть после изделия уже только полируется и отправляется к потребителю. Основный рабочий инструмент у нас, как правило, это руки. Ну, и плюс небольшие приспособления. Это вот как тиски для закрепки, чтобы удержать само изделие. Расскажите нам, пожалуйста, вот как раз-таки сегодня, сейчас, вот над каким изделием работаете? Бриллиантовое кольцо с полудрагоценной вставкой. Если вспомнить, скажем, самое дорогое, над которым вам приходилось работать, вот что это было? Как-то приходилось крепить полтора крата бриллианты. Камушек такого размера стоит примерно как двукомнатную квартиру. А сколько, скажем, в день вот подобных украшений проходит через ваши руки? Ну, в зависимости от сложности изделия, от порядка, ну, 20 в среднем изделий можно закрепить в день. Сергей Анатольевич, ну, я так понимаю, что ваша профессия сродни профессии хирурга. Одно неосторожное движение и вся работа на смарку. Правильно я понимаю? Совершенно верно, да. Как правило, довольно сложно исправить. Потом, если что-то где-то немножко подпортишь, исправить уже довольно сложно. Ну, в нашем производстве освоены все виды закрепки драгоценных и полудрагоценных вставок, которые существуют. Есть уникальные, которые приходилось вот специально ездить, в частности, в Армению. Это по швейцарской закрепке осваивать новый вид. Это довольно трудоемкая работа. И ее немногие, несчитанные люди у нас в стране могут осуществлять такие виды работы. И вы один из этих людей? Да. Сколько примерно таких? Ну, около пяти человек. Во всей стране? Ну, думаю, да. Неизвестных. Сергей Анатольевич, ну, наверное, в детстве мечтали, как и все дети, стать космонавтом, тем же, может быть, врачом. Вот на своем примере расскажите, как становятся ювелирами? Кем мечтал в детстве стать, это я уже заструдняюсь сказать. Образование получил, экономика управленческая. А на ювелирку попал довольно-таки случайно. Производство создавал в 93-м году, а в 94-м мне товарищ пригласил попробовать, как получится. Ну, вот получилось и довольно неплохо получается до настоящего времени. Сколько лет уже вот в итоге в этой профессии, скажите? 23 года. За это время не успели пожалеть о своем выборе? Нет. А чем вас привлекает эта профессия? Чем она вам нравится? Чем по душе? Тем, что создаешь красивые вещи. Сергей Анатольевич, ну, а что дарите своим близким на праздники? Родным? Ну, изделия. Я сделаю изделия, и, как правило, уже хочу, чтобы это попало кому-то из близких и родных. Интересно. Наверное, этот подарок еще более ценный, потому что он сделан именно вашими руками. Здорово. Что ж, Сергей Анатольевич, спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, что посетили нас, обратили внимание на нашу работу, на наше производство. Хотелось бы тоже поздравить всех коллег, всех, кто связан с этим делом, с производством, не только у нас, но и в мастерских, с праздником. Пожелать успехов, процветания и создавать как можно больше красоты, красивых изделий.